Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника, наш традиционный для этого дня эфир. Обсуждаем рынки, самые интересные события, делаем ацент на технический анализ фундаментальный, если есть что-то интересное в плане индекса настроения, сантимента, то есть анализы психологии, трейдинга. Большинство и меньшинство тоже это подсвечивает. Друзья, стараемся для вас, чтобы было больше информации. Еще раз замечаю, что мы не претендуем на истину первой инстанции, мы только подсказываем вам, как действовать, с учетом того, что нам кажется сейчас правильным в плане каких-то торговых рекомендаций. Поэтому вы обязательно фильтруйте решения. Надеемся, что у вас есть также альтернативные способы принятия торговых решений, какие-то альтернативные точки зрения. Обязательно контролируйте риски и следите за загрузкой депозитов. Это важное напоминание, потому что мы сейчас работаем с самыми настоящими трендами. Это не просто локальные движения, это мощная трендовая динамика, которая по большинству финансовых активов уже продолжается не первую неделю. И диапазон хода по многим инструментам рынка Форекс это уже около тысячи пунктов, если взять вот движение последних двух-трех недель. И я сегодня как раз хочу сделать акцент на то, что происходит с евро и с британской валютой. Мы можем перейти к демонстрации экрана. Как раз у меня евро открыт. Так, текущие котировки 1.05.71. Мы видим то, что евро остается под прессингом уже не первую неделю. Мощный, очевидный, нисходящий тренд, который, на мой взгляд, будет продолжен. И в качестве целевого ориентира я бы предлагал уже смотреть на значение 1.05. Думаю, что на достижение данного уровня европейской валюте понадобится при таком движении еще несколько торговых сессий. Там уже нужно будет задуматься, потому что движение будет прям совсем чрезмерным и по всем канонам, опять же, в том числе и технического анализа, после такого стремительного обвала должна быть коррекция. Может быть, для этого будут какие-то предпосылки, в том числе связанные с новостным фоном. Но, на мой взгляд, сейчас для коррекции еще рановато. То есть мы не протестили даже какой-то психологический рубеж, круглый с точки зрения самого факта цифры 1.05. И новостной фон за последние торговые сети только лишь подтвердил верность одного направления, это вниз по евро. Этот новостной фон связан с укреплением доллара. Мы видим то, что индекс доллара уже, который неделю подряд растет. Это, кстати, многими помещается, что уже чуть ли не историческое ралли недельное по индексу доллара без каких-либо откатов и коррекции. Это повышает риск того, что доллар может развернуться в любой момент. Но в текущих условиях, мне кажется, лучше положиться на тренд, который в данном случае по индексу доллара растущий, а по главному валютному риску нисходящий. Напомню, что евро обвалился активно после еще решения, по сути, уже двухнедельной давности Европейского центрального банка повысить процентную ставку вопреки ожиданиям. И то, что многие центральные банки, практически все, которые мы анализировали на прошлой неделе, от Национального банка Швейцарии до Банка Англии, решили ставку не менять. Вот эта позиция Европейского центрального банка, она несколько выбивается. И трейдеры решили, что повышение ставки, на которое пошел Европейский центральный банк, только лишь ухудшит экономические условия. Сейчас на рынке уже допускают то, что Европейский центральный банк повысил процентную ставку в последний раз, даже не в этом году, а в текущем цикле выжесточения монетарной политики. У нас была возможность послушать главу Европейского центрального банка Кристину Лагард буквально накануне, и она как-то витиеватно говорила о пике процентной ставки, делая акцент на то, что текущий уровень процентной ставки достаточен для того, чтобы оказывать соответствующее давление на инфляцию, обеспечивая условия для ее последующего снижения к 2% целевому ориентиру. Ну, если чуть покопаться в этих фразах, то да, может показаться, что Европейский центральный банк уже на пиках по ставке. Соответственно, если не будет на рынке идеи того, что Европейский центральный банк может агрессивнее уже защищать монетарную политику, то евро, возможно, лишится какой-либо поддержки со стороны процентных ставок. И еще вкупе с очевидным ростом доллара, с очевидным ухудшением экономических условий, ни одного хорошего отчета за последние недели я не припомню. В прямом смысле, вот даже вчерашние данные по бизнес-оптимизму, все равно значение, которое соответствует многомесячным минимумам, не на что положиться и опереться сейчас покупателям. Поэтому в качестве ближайшего целевого ориентира отметка 1.05. По британской валюте 1.21.74 после того, как Банк Англии разочаровал и не стал повышать процентную ставку, оставил ее, по сути, на прежнем уровне 5.25%, все окончательно поставили крест на каких-либо перспективах либо возможностях английской экономики избежать рецессий. Даже сам Банк Англии спрогнозировал, что в третьем квартале будет прям плохо совсем. Темпы экономического роста ухудшены с 0.4 до 0.1%. И данные, которые вышли в пятницу еще по индексам PMI производственного сектора сферы услуг по английской экономике, тоже плохие цифры, плохая статистика, доказывающая то, что британская экономика остается под серьезным давлением. Видел прогноз от Citi и JP Morgan Chase относительно того, куда может прийти фунт при реализации сценария рецессии. Я думаю, что рецессия точно будет. И их прогноз предполагает снижение валютной пары ниже, существенно ниже отметки 1.20. Так далеко, наверное, сейчас смотреть не будем, но 1.20 – это вполне реальная цель, которая также может быть достигнута не когда-то там в перспективе в ближайших недель, а по сути через несколько торговых сессий. Опять же из-за того, что фунт очень активно снижается в последние дни. Это мощный тренд, и, возможно, стоит рискнуть, попробовать выжить еще как бы по максимуму из-за того потенциала снижения, который продолжается. И золото сегодня, раз уж я затрону тему психологии, действия большинства и меньшинства сегодня снова хочу положиться на индексы рыночных настроений. 80% трейдеров сейчас в покупках, и золото идет против толпы, снижается. Также против золота еще укреплением курса доллара и рост доходности американских облигаций. Прямо сейчас, вот график смотрел перед началом нашего эфира, доходности десятилетних трейдеров – 4,56%. Это максимум 2007 года, и, конечно же, при такой доходности лично я бы с золотом не связывался. И думаю, такой же стратегии будут придерживаться и многие хеджеры, крупные, скажем так, деньги, которые могли бы изменить ценовую тенденцию на золото. Но если они не будут сейчас проявлять интересы к рынку драгоценных металлов, значит, золото в буквальном смысле не начнет будет расти. И по этому активу я рекомендую рисковать, шортить с Эльми 1880-1870 долларов за тройскую монету. Так, Виталий, слово тебе. Спасибо. Сделал демонстрацию экрана, видно? Да. Так, всех приветствую. Ну, что у нас? Индекс доллара наконец-то отработал те среднесрочные цели, о которых я уже два месяца говорил, прогнозировал, что нам нужно сделать 105 и 106, ну, точнее, там, 105 и 8. Вот этот максимум, который у нас был в марте текущего года локальный. Мы его протестировали и, в принципе, это отлично, что все пошло по плану. На текущий момент, в принципе, все смотрится пока аналогично на рост индекса доллара. Ну, я пока данный инструмент не торгую, так как он выполнил все цели, о которых я говорил. Буду в ближайшее время наблюдать какие-то новые сигналы. Возможно, на продолжение тренда, возможно, на излом тренда, если нарисуются какие-то попытки. Поэтому индекс доллара пока не трогаю. Евро и фунт, он аналогично. По евро я ставил там 105. Мы пока еще туда не добили. Точнее, это получается вот этот минимум. 105.35. Ну, практически мы его сделали там 105. То есть там осталась одна фигура почти. Да, как ты верно сказал, мы уже долго падаем. Возможно, какая-то будет техническая коррекция. Но пока сигналов не видно. И, в принципе, можно работать дальше по тренду. Но я уже лично не торгую эти инструменты. Что касается других активов золота. Я с тобой согласен по поводу шортов. Так как у нас видим, что золото отстает немножко от евро и индекса доллара. Вот если мы посмотрим в таком формате более среднесрочном, то у нас вот это снижение, которое было в мае-июне, я это вижу как импульс. И сейчас у нас происходит коррекция. Коррекция достаточно сложная. Но у меня видение, что мы с этой коррекцией, которая у нас длится практически 3 месяца. Вот это такой, даже не боковик, а какой-то такой треугольничек. Если в таком более крупном формате. И мы отсюда должны по ходу выйти на 1800. Я об этом уровне уже давно говорил. В принципе, когда еще по индексу доллара целился на 106. По евро на 1.05. По фунту на 1.23-1.20. Но одно золото пока не идет туда. Мы увидим, что оно то падает, то растет. И возможно, если все-таки индекс доллара продолжит свое движение наверх. И таким образом там будет срыв такой сильной базы 106. И золото туда потянется. Точнее вниз потянет его. Поэтому я бы пока шортил золото. Хотя здесь очень корявенько все. Но согласен с тобой, против толпы стоит работать. И технически оно тоже смотрится. Что касается рынка нефтемарки Brent. По данному инструменту я перевернулся еще в пятницу. Напомню, мы с тобой в прошлый вторник говорили за покупки. Мы видим, что у нас был четкий тренд. Все показывало на то, что мы будем двигаться по тренду. Тот же вторник мы где-то доллар сделали наверх. Но в конце дня под закрытие вторника мы нарисовали такой пин-бар. Это фигура разворота тренда. Но я здесь не шортил. Я только начал шортить, когда мы сломали вот этот восходящий тренд. Сформировали здесь такую небольшую проторговочку. Я в обзоре на выходных говорил, что я буду продавать нефть. И в принципе мы уже потихонечку полтора доллара падаем. Я думаю, что мы еще будем падать. Я ставил цели в район где-то 90 плюс-минус. Мы практически туда почти приближаемся. Стоит ли с текущих шортить нефть? Можно, но очень аккуратно. Потому что мы работаем против тренда. И чем ниже шорт, тем опаснее можно попасть на коррекцию или на сильный тренд. Поэтому корректируйте свои прогнозы. Я свое мнение высказал. Потому что вторник прошлый я был из-за покупки. Мы сломали тренд. Сейчас за шорты. Дальше. Фондовые индексы США очень хорошо отрабатывают. Я в принципе в последнее время только топлю за шорты. Почему? Если анализировать экономические показатели, они все на плохих уровнях. Плюс индекс доллара неплохо растет. Я рассматриваю вариант того, что у нас возможно вот этот максимум, который был последние несколько месяцев лета текущего года, это пик по S&P 500. И мы будем глобально падать. Но это мое мнение. Скажем, здесь может быть и альтернативный сценарий сильных покупок. Но я пока не вижу сигнала, чтобы перейти к альтернативному мнению. Я пока за шорты. Еще шортились с ребятами недельку назад. И в принципе во вторник я советовал это шортить. Удерживаем шорты. На текущий момент мы подошли к сильной зоне поддержки 43.50. Вчера от нее чуть-чуть отбились. Я пробовал даже там чуть-чуть хеджироваться, но пока оно там небольшой отскок. На текущий момент стоит ли здесь дальше шортить? Я бы был осторожен, пока бы не лезть новые шорты. Удерживал бы те старые, если кто шортил. И подобрал бы более интересный актив. Вот он сейчас тоже набирает обороты. Это немецкий индекс DAX. То есть аналогично я его с прошлой недели в своих обзорах советовал шортить. Еще в районе там 15.800. Вот здесь мы торговались. И второй вариант на пробой уровня поддержки. Здесь такой уровень сильный 15.550. Мы его вчера как раз пробили, закрепились. И я бы сейчас открывал шорты. У нас вот текущая ситуация за последние полгода по DAX напоминает очень аналогично вот этот паттерн, который был у нас в конце 2021 года. Поэтому где-то в ближайшее время, возможно, мы сильно будем сыпаться. Это с технической точки зрения. Ну, с фундаментальной там в Европе, точнее даже в Германии полный швах по всем показателям. И производство, и экономические ожидания. Ну, и плюс ставка большая. То есть это логически ЕЦБ поднимает ставки. Логически акции должны европейские компании падать. Посмотрим, сработает ли это. Пока вот ниже данного уровня 15.550 я бы только шортил. Если будет какая-то альтернатива роста, если нарисуется сигнал, вот, к примеру, как по нефти, да, то есть я был в прошлой неделе покупки, нарисовался обратный сигнал, то есть стал в шорты. То есть и то это нужно все время мониторить, потому что ситуация может меняться в любую ситуацию. Вводит там инфляция пониже, еще какой-то момент, кто-то какие-то заявления будет делать. Вот как-то вот так. Поэтому я пока активно работаю на снижение фондовых индексов. То есть это такой у меня номер один актива. Все остальные, которые связаны с долларом, пока мы все отработали, сейчас непонятно, продолжится ли рост индекса доллара или будут какие-то коррекции. Будем наблюдать. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. По поводу DAX. Видел прогноз из-за, опять же, того, что экономика Германии действительно переживает самый худший период времени за более чем 10 лет, и ситуация в экономике Германии самая худшая среди всех стран Европейского Союза. По DAX видел цель 10 тысяч пунктов. Это, по сути, 50% текущих значений. Очень много, поэтому в целом я тоже разделяю медвежий прогноз по всем индексам и в особенности по DAX, потому что экономика Германии, если еврозона еще держится на положительной территории по ООП, то Германия уже точно в рецессии. И МВФ, и Еврокомиссия, и Бундесбанк уже прогнозируют, что спад неминуем. Плюс что-то там начинает раскручивать по поводу этих снова шатдауна в США. И если оно, скажем, придет, это все снова, вот эти вирусы, шмирусы, да, и экономика Германии у нас, она экспортная, да, там на 40%, поэтому если снова будет схлопываться там США, Китай, поэтому вот, мне кажется, должны там падать. Посмотрим. То есть нужно, конечно, соблюдать риски. То есть фондовый рынок – это такая штука, может быть, все плохо, начинают там расти очень быстро, откупают. Вот как-то вот так. Виталий, еще раз спасибо тебе за рекомендации. Тогда удачного тебе завершения этой недели. Понимаю, что сегодня только вторник, но основные отчеты еще впереди, со среды по пятницу, поэтому если будешь трейдинг, тоже бессклющительно прибыльный у тебя сделок, хороших выходных, и снова обсудим рынок в следующий вторник. Спасибо тебе. Пока, удачи.